так ребята пока обед быстренько все что я успел как говорится при помощи подсказок и методом научного тыка что конечно нежелательно вот это обозначение крайне первое справа вот по центру она сейчас тоже я не мог понять оказывается это кнопка гидромолота если он будет подключен вместо ковша значит это кейс колесный wx 145 2008 года выпуска немножко по кнопкам так это я уже сказал это понятно мигалка фары здесь ничего особенного нет дальше хочу особое внимание уделить по поводу включения и выключения опор и к лопатой бульдозер ну этой вот которая тоже используется как опора значит для начала вот пожалуйста здесь кнопки рядом с левым рычагом эта кнопка на лопату бульдозер на а эти две на задние опоры перед у нас там где поворачиваются колеса хотя у некоторых колеса поворачивается все но основные скажем так потому что есть подключаемая есть постоянно которые поворачиваются у нас перед там где отвал лопаты бульдозерной значит сначала включаете это выключено это выключено сначала включаете вы вы хотите чтобы под поднять или опустить лопату включили и потом это опустили и потом включаете вот с этой стороны верхнюю кнопку на левом рычаге вот она включали запищала и пищит на дисплее показывает но это уже неважно может быть дисплей не работает на дисплей показывают что включен вот это лапа значит что включен и с этого момента левый рычаг и не надо держать на кнопку просто включить нажали на ней убрали палец все он включен с этого момента рычаг левый что работал на стрелу теперь он работает как управление вот этими опорами но зависимость от того какую включите и можете включить сразу все и одним рычагом будут подниматься опускаются сразу все можно по очереди вот я выключил этот продолжает пищать для того чтобы использовать его как как вы и привыкли его использовать надо опять нажать и опустить эту верхнюю кнопку вот он издает такой двойной звук на дисплее исчезла это обозначение все теперь у нас стрела работает так как и полагается все кейс wx 145 2008 года печка печка у нас ребята здесь крючок для одежды сразу повесил одежду и забыл и потом искал какое-то время где где печка вон она вот там вот два ползунка до кнопок нет ну на этом во всяком случае два ползунка здесь еще по кнопкам левого рычага здесь как ехать надо вперед назад значит вот они три кнопки левая кнопка это вперед перед у нас там ну сами разберетесь где у экскаватора перед а где у экскаватора зад перед там где колеса поворачиваются конечно за исключением тех случаев когда все колеса поворачиваются но все равно есть мост где постоянно колеса подкрутятся поворачивать лево-право есть тот который подключаем так вот у нас здесь сейчас перед там где лопата бульдозерная значит нажимаете на эту кнопку и на табло загорается вот это вот желтая лампочка крайняя левая это именно на этом экскаваторе кейс w x 145 так он кажется значит для того чтобы ехать назад надо нажать правую кнопку я сейчас показываю на дисплей вот я нажимаю правую кнопку нажал вот переключилась на это с этого момента экскаватор поедет только назад есть еще третья кнопка назовем ее средняя но она здесь внизу нажав на нее мы включаем на нейтралку на табло соответственно все эти ни одна из этих двух лампочек не горит этот будет совсем другой об этом потом вот такие пироги значит левая кнопка на кнопки на сейчас не смог я вам не показал я покажу конкретно на табло левая кнопка нажимаю об загорелась значит теперь у нас положение ехать вперед без нейтралки нажимаем сразу на правую и переключается на правую крайнюю это назад нейтралка нажал все вот и все так маленький нюанс еще газ эта педаль она не столько газ сколько конкретно на езду ход две кнопки со стрелками вот они заднюю это значит не задняя нижняя ну скажем так первая стрелка назад это значит газ убрать меньше это убрать добавить больше и ползунок вот он здесь возле ключа зажигания сразу возле правого рычага он все время на максимум если вы на он например на минимум ничего не происходит вы завели он стоит на минимум вы всеми этими кнопками далее максимум включили передний ход хотите ехать подняли все лопаты лапы и все такое нажимаете на газ он нифига зараза не едет только по той причине что этот ползунок стоит на минимум вы его поставьте на максимум плюс еще кнопка первая вторая плюс еще уберите улитку и тогда только ехать пока все здесь на руле улиточная скорость включить выключить этот шестеренка первая и вторая это скорости первая вторая это у нас насколько я понял блокировка проходим блокировка дифференциалов блокирую чтобы проходимость повысить что означает буква а я включаю выключая у меня только одна лампочка горит здесь кто знает можете уточнить но я включил проходимость улучшилась или мне так показалось ручник можете в сама включать можете выключать дальше эта кнопка это стабилизатор на опрокидывание чтобы можно было крутиться выравнивать экскаватор пока я в общем то все больше здесь ничего такого особенного нет значит не забывайте когда вы отжались полностью на всех лапах и колеса висят колеса висят в воздухе выходя и заходя особенно выходя из кабины не наступайте лучше всего не наступайте на колесо потому что я там вчера или когда я попытался я чуть не убился там еще на этом экскаваторе бак находится не там где аккумуляторы не с той стороны а вот здесь вот вот где находится бак смотрите не перепутайте на кейсах как всегда под сидением кнопки управления сидением там компресса стоит амортизатор повыше пониже под ней я имею ввиду потяжелее полегче а для оператора все ребята пока хватит если что-то еще появится может двигатель там посмотреть или еще что-то таблица не видно с этой стороны пока все